Итак, привет всем, друзья! С вами снова я, Зазепа. Сегодня я хотел бы посмотреть, показать вам технику, которая, на мой взгляд, лучше подойдет для игры в удовольствие. Не то чтобы фарма, а игры в удовольствие в мире танков. Это отголосок предыдущего видео, рекомендую вам посмотреть его. Начнем, пожалуй, с Черчилля 3-го. То есть будем обозревать те танки, которые можно купить в настоящий момент. Так, Черчилль 3-й, это же Советский Союз, да, как бы идет. Черчилль 3-й. Черчилль 3-й, берем его, садим экипаж сюда. Нормальный такой экипажик у меня сидит. Ну и поехали, посмотрим. Почему танк, я считаю, что на нем хорошо и приятно играть? Хорошо и приятно играть. Ну, во-первых, 5-й уровень. Его, он постоянно считается, что в топе. Постоянно в топе. Имеет неплохое бронирование. Ну, башня у него там картонная, правда. Но не все знают пока, как его пробивать. Высокая скорострельность и нормальный пробой у него. Что делает этот танчик весьма, весьма неплохим. Так. Вот смотрим, вот, допустим, бой на этом комарине. Да, комарине. Я зря, что на остров попер. Надо будет налево лучше поехать. Как видите, команда у нас страдает херней всякой. Класс не особо умный. Взял пазик наш толкал. Походу, здесь придется тащить изо всех сил. Как видите, КД у нас 2,10 секунд пробития, сейчас точно скажу. Пробиваемость 110 миллиметров бронебойным на пятом уровне. И почти 180, ну как почти, 180 пробития на голдой. Повреждения, конечно, не особо большие, 75, но, вы знаете, хватает, хватает. Неплохая точность пушки у него. Единственное, что у него башня такая вот, как тонкая. Щечки пробиваются до ура. Как видите, разносят, разносят наш правый фланг. Ну, КВ-220, да? Он как бы получше, Черчилль, я считаю. Вот у меня есть КВ-220 бета-тест, да? Ну, это одно и то же, в общем-то. Единственное отличие, что буква Т. Прилепина. По бокам башни. Ну, его вы никак уже не купите, потому что он там с ключиком Касперского что-то распространялся. Я не помню уже как точно. Ну, я его не покупал уже в 220-й. Нафига мне, чтобы там разница просто была в буквочке Т. Несерьезно, да? Такая покупка. А деньги, как говорится, лишними не бывают. В любом случае, он захочет сначала купить что-то одно. И чтобы прочувствовать всю радость, удовольствие хотя бы на этом танчике. Как видите, мы пока противника не встречаем. Мы обходим их по левому флангу. Они его кинули. Они решили прогрошить через остров. Пускай наши вот здесь вот хотя бы остаются, я не знаю. Вот Черчилль было бы хорошо, если бы он туда вернулся бы. Квасу надо медальку дать. За героическую, так сказать, оборону. Они в любом случае себя уже загнали. Загнали на том острове. И они ничего не смогут сделать. Потому что если мы сейчас ставим туда под захват. Во-первых, здесь эта горочка. Горочка. Им будет сложнее. И домик здесь. Видите, на ходу вполне легко можно стрелять. Хотя сейчас не попал второй раз. Ну, потому что там вообще при горке там жесть, как сложно попасть. Вот, вот об этой горочке я говорил. Почему они потеряли сейчас свое преимущество, все. Так. Не отвлекаться. За рулем не отвлекаться. Ну, башня, да, у него. Такая. Фиг поймешь порой. На нем вилять нужно. В таких вот расстояниях. В основном, бодалово такое идет. Так, срочно. Еще и арта пытается по нам накидать. Ну, арта нас добила. Арта нас добила. Черчилль этот, он ни туда, ни сюда еще и встал бортом. Ну, красавец просто парень. Глянул, что там квас наш. Наверное, надоело ему там бодаться с ними всеми. Ну, он нормально так пободался там. Я думаю, если что, и тащить, то только квасу этому. Потому что игрок явно что-то знает. Гномик 10. Черчилль нашего там разберут, потому что он явно... Это не особо адекватный игрок. Чего он делает, непонятно. Ладно, не будем уже досматривать. Потом посмотрим результат. Неоднозначный бой, когда Черчилль с Черчиллем бодается. Тут... Как повезет. Как повезет. Так, Черчилля мы посмотрели. СУ-122-44 я обещал. То есть, тоже танчик такой, знаете, для удовольствия. Так, где она там у меня? Подождите, здесь ПТ-хи. Да, вот. Вот она. Радименькая. Почему мне нравится этот танчик? Ну, во-первых, неплохой лобовой... Ну, такой, знаете, нормальный на седьмом уровне бронирования. Достаточно скорости. Хорошая пушка. Нормальный пробой. То есть, вместе с этой пушкой. Ну, и неплохой низкий относительно силуэт. Можно хорошо. Почти как клоп, только... Ну, тут опять же, клоп вы уже не купите. Надо посмотреть, кстати, этот вопрос. То есть, записал первое видео, сразу второе. В общем, суть в том, что этот танчик, он почти ему ничем не уступает. И тут только на любителя. Кто налево, тот тупой. Согласен. Налево ехать смысла на этой карте вообще нету. И, как бы, возьмите за основу, что на карте как-то... А, топе. На топе делать слева нечего. С этого респа. Поедем мы сразу к мельнице. Станем там и... Ну, в конце концов, почти с девятками играем. Ну, да, кстати, единственный минус, то, что, как бы, ПТ... ПТ... Как видите, у него повышенный такой уровень боев. То есть, плюс два, по-моему. А обычного према идет плюс один. Ну, частенько ее кидает и нормально. Что является просто убийственной для команды противника. То есть, тут уже как повезет. Ну, да, наверное, не рассчитал немножко расстояние. Немножко ошибся. С правильностью сделанного выстрела. Так, мете в столбике бесит. Они могут мне мешать стрелять. Так, не, мы его там не достанем. За объектом 430-ом я туда не поеду. Мне там делать нечего. Там девятки. Там М103, ну, 50-100, это восьмерка. Ну, ВК-02, это девятка. То есть, тапок. Мне с тапком только на голде, наверное. Ну, извините, ребята. Что наши на центре там делают? Они там, наверное, стали просто слиться. Заряжу-ка я лучше к голду. Ну, кстати, да, неплохое КД у этого танчика такое. Ну, не как у Яди, но 660, это тоже весьма неплохо. Пробой. Пробой мы не посмотрели. Здесь 17 голдой и 175 ББХами. То есть, как, ну, достойно восьмого уровня пушка у него. У нее. ПТ. Так, приехали эти побороться. Хотя можно, в принципе, попробовать поехать туда. Не знаю, к чему это приведет. Надо быть крайне осторожным. Вот, а простоять весь бой в кустах тоже, в принципе, не особо хочется. Так, ну, говнюк, наверное, там и не высинится. Так, ну, тапок я, наверное, не поеду. Там бессмысленно. Я, смотри, уже матерится. Хай материться. Нам только в радость, да? Типа, ах, вы все новы. Как вы можете играть в эту священную игру? А, из минусов, да. Не особый у нее плюс то, что у нее пушка... Не так низко опускается. И, по-моему... Ну, нормальный подъем пушки. Но то, что она низко не опускается, это может сыграть плохую роль в определенных боевых ситуациях. Что туда Т-37-й поехал, наверное, просто подсветить для арты. Ну, хай подсвечит, главное, чтобы не слился. Так, попробуем выстрелить по СУ-122... По М-53, то есть. Ну, не успели. Свод долгий. Ладно, мне уже засветили. Надо попробовать туда, к М-37-му, что ли, встать, а то... Шлепнули бы меня! Не окажу себя здесь. Да, тапок косой, конечно же, у них. Почему арта не работает по тапку, непонятно. У нас две арты, и не могут сработать. Сдаем назад. Единственная надежда на Объект 416-й. И на поворот башни нашего тапка. Отлично. Мы потянули время. Получили, правда, одну плюху, но тем не менее. Так бы получили куда больше. Возможно, бы уже были в ангаре. Так что тут тоже надо как-то рассчитывать более-менее трезво. Свои возможности. Так, ну, М-4-45 нас может пробить. Тем более, он там стоит. Ждет жертв. Так, ладно, у нас не светит. Хорошо. Можно здесь стоять. Ждать засвета. Засветом должны заниматься СТ. Либо ЛТ. Поскольку ЛТ у нас не осталось, у нас остался лишь один Объект 416-й. Который явно поехал... Ну да, он правильно сделал. Потому что у нас там одна арта осталась. Если там прорвутся, то это будет плохо. Я даже так подумал, может мне к базе вернуться. Ладно, уже постою здесь. Плюху дам одну и можно будет потом сваливать. Все равно я раньше уеду, чем он доедет. Потому что, опять же, возвращаясь к этой теме, у нас неплохая динамика. Так, ну, М-4-45, я смотрю, особо не спешит ехать к нам в гости. Остается только ожидать. Спешить, значит. На, пробил нас. Не подрассчитал я, что он так засветится. Ладно, надо удирать отсюда. Нам тут делать нечего. Тем более, арта сейчас... Единственная живая. В любом случае, сведена на типа 59-го, либо 110-го. Это даже к гадалке не ходи. Просто потому что он ближе и просто составляет большую угрозу для нас. Для арты, то есть. Так, ну, можно здесь попробовать что-то сделать. Так, типа мы... Типа мы не снимем тут. Так, лучше еще назад съехать. Хоть поджаться к бате, чтобы, если что, нас хотя бы 416-й мог приходить. Либо ВК. Так, ждем нашего АМХ. Который явно голодой стреляет, я не знаю. Ну, будем рассчитывать на то, что если он выстрелит, то он нас пробьет. Но он не попал. Это как третий вариант был. Так, нужно размотать его на еще одну плюху. Пока он едет, он теряет. Отлично. Под коммунизм его здесь. Замечательно. Так, там тип и 110-й. Нужно занять... Блин. Сняли его. Более лучшую позицию. Из кустов. И ждать, пока они будут вываливаться. Они вываливаться будут в любом порядке. Вот на такой вот эффект я рассчитывал. Рискованно я сейчас поступаю, потому что так выезжаю. Могу получить эту плюху! А почему лампочка не работала? Я ж когда выезжаю, я ж почему качал лампочку? Что ж... Надеялся. Может он так просто выстрелил? Ух... Да. Рискованно я. Не комментируйте эту ситуацию, потому что и так все понятно. Ну вот, Черчилль, победа. Тройной опыт. 2000 там сколько? 145. 21 тысяча серебра, в принципе, в минус не должен был уйти. Так, ну 725. А нет, минус ушел, потому что голдой стрелял. Ну да ладно. Мы смотрим технику сейчас для, знаете, для удовольствия. И для фарма, можно сказать, даже статы. Которую можно приобрести. То есть... Как бы я не говорю про ПЗ-2 джет, который это вообще просто разрывает в мясо третьего уровня. Потому что вы его уже вроде как никак не приобретете. Так, ну, поражения. Дайте тоже гляну. 1400. На уровне. То, что там ИС-6, Т30 по нулям. Это не делает им славы. Так, ладно. Не будем отвлекаться. Так, Черчилля третьего посмотрели. СУ-122-44 посмотрели. Идем дальше. В чем я там говорил? Так, немцев в Яга-88. Мы уже, в принципе, обозрели в первом видео. Что-нибудь из мелких. Ну, давайте Т-14. По очереди. Так, Америкосы. Америкосы. Т-14. Пересадим сюда. Человечка. Так, стоп. А где-то туда Т-14 экипаж. Так, ладно. Кто нам нужен? Нам нужен радист. Радист-пацифист. Высадить в казарму. Не знаю. Вот. Радиста-пацифиста посадим. Хотя, пускай вот так вот будет. Все, погнали. Ну, как видите, в топ нас закинуло почти. Ну, КВ-1, 220-й, Черчилль. А, кстати, не покупайте себе Чинукай. Это, по-моему, тоже там 50... В смысле, не 50-го, а первого. Прим-танк. От него я положительно отозываться не могу. И танчик такой сложный, в принципе. Что-то все зависит от ситуации. Но лучше все равно, если есть такой выбор, купить Чинукай или какой-нибудь другой танчик пятого уровня, то я советую вам что-нибудь другое покупать. Так, поедем сразу направо, потому что... Ну, мы тут как бы... За тяжей идем. То есть... Ну, как бы, танчик, по-моему, сам тяж, да? Я не путаю? Нет? Мне стыдно. Ладно, будем рассчитывать, что мы тяж. Вроде броня как у тяжа у нас. Похож на Шермана. Ладно. Насчет пробоя. Пробой. 92 миллиметра. Ну, похуже, похуже пробой. Ну, 127 голдой. Опять же, мы играем сейчас на таких уровнях чисто ради удовольствия и для фарма, можно сказать, статистики. То есть, этот танчик тоже, в принципе, достоин внимания. Достоин внимания. И уважения тоже. Вот, экселсер тоже мне нравится, танчик такой неплохой. У него отлично просто бронирование. Ну, да, он может медленный какой-то, но... Это вам не Матильда БП. Так, ну, под арту я лезь явно не буду, хотя... Наверное, стоило бы, потому что... Если мы там полезем с этим Т-34, мы там вообще никак лезть. Я не рекомендую никому. Так, там КВ-220. Перезаряжу-ка я лучше до голду. Потому что брони у него хоть пятой точкой ешь. Относительно быстро у нас КД. То есть, разбирать можно быстро и с удовольствием. Пробивать 220-ку я рекомендую только в башню вам. Явно на нас свелся, но не пробил. Это минус 220-ки, потому что у него маленький пробой. Одна же плюс в том, что у нас бродя такая тоже хорошая и хватает динамики. Ну, в принципе, минусов мало у этого танчика. Вот почему я его и рекомендую вам. Вам! Фух. Рисковый парень попался. Встанем под горочкой, чтобы не особо не отсвечивать. Так, ладно. Нет, я лезть не буду. Загуслить его, что ли, попробовать. Так, ладно. Это, наверное, в борт надо лучше. Все, может, тоже лучше в башню. Так, чиним гусеницу, сваливаем отсюда. По-срочному. То, кто-то нас любит. Потому что ж, алини мерджи изобрели в конце-то концов. Вот еще раз попало по нам. Гребаный бюрчган. Вообще, в бою не должно быть больше... Больше хотя бы одной или двух артиллерий. Один... Один хорошо, ладно, уже можно. Две артиллерии. Ну ладно, еще затащим. Три артиллерии, это задница. Не успели мы добить его. Но, тем не менее. Главное играть на победу, да? Ну, на этом прелести боя еще не заканчиваются. Еще добитки остались. Не добитки, то есть... Так, главное сейчас под ПТ не попасть. Чехчель что-то там на низу делал почти. Непонятно. В принципе, сушку 85 мы можем голдой пострелять. Ну, в смысле, не голдой, а этим серебром. Ой. Она, тем более, уже не добита. Сейчас ее сами и добьют, наши. Пойду-ка я лучше на захват. Ну, больше очков. Больше опыта, больше... Фарма статистики, я не знаю. Тоже плюсы от этого. Как-то явно хочет, чтобы я подъехал туда, подсветил. Чтобы он быстренько снял. Чтобы он быстренько снял ее. Но я этого делать не собираюсь. Мне досрать его статистика. Я лучше базу позахватываю и больше очков получу. Вот. Так что ждем. Ну, как видите, нас пробивали вот этот наш пулеметик. Ну, и часть хп мы потеряли от того, чтобы она марта стреляла. Как видите, у нас две плюшки слева пропущены. Ну, этого мы не выцепим. Ладно, уже забьем на него болт. Акта она по нам закидывала под эту горочку. Три артиллерии, это очень плохо. Один-то, по-моему, еще в задницу вошел. Она как бы по идее стреляет фугасами, да? Ничего нам не выбили. Что странно, кстати, по-моему. Не двигатели там. Ну, только повредили нам гусеницу там КВХ. Ну, настреляли 896. Неплохо. Даже отлично. Так, пойдем дальше. Т-14 мы посмотрели. Рам. Ну, рам у меня второго нету. Ну, тоже такой, знаете, неплохой танчик. Но, по-моему, похуже, чем Т-14. М4, А2, Е4. Ну, мне не особо он нравится. Ну, хороший, хороший танчик. Ничего такого у него плохого я не заметил. Так, давайте на Excel сели. Так, ангар. Британия. Так, Британия. Великобритания. То есть, как бы, этот танчик лучше, чем вот этот. Это вообще не двигается. Он у него, как бы, от Матильды корпус идет. И башня там, которая весит, по-моему... Ну, дофигища она весит. Так. Пять тонн. Пять тонн башенка такая у него. Из-за чего танчик не особо быстро двигает. Не овренный. Так. Из-за чего мне нравится Excelsior. Во-первых, у него хорошее круговое бронирование. В принципе, этот танчик очень сложно. Очень сложно. У него даже, как у обычных британских танков, есть, конечно же, болезнь такая, что лоб башни. То есть, передние щечки, да. Но этот танчик, он не про это. У него очень отличное бронирование. То есть, там идет еще один рейс. Смотрите, какой большой и толстый. То есть, тоже его туда сложно пробить. Куда его пробивать в лоб? Ну, этот ответ, он неоднозначен. Потому что... Смотря куда стрелять. То есть, попробовать в пулеметик его пробить сложно. То есть, вам не хватит, там, допустим, на пятом уровне пробить. Вам только танчик, когда только обходить, наверное, куда-то. Как видите, он относительно маневренный такой. Скорость у него отличная. Ну, бронирован он просто вообще великолепно. Что касается пушки, то пушка у него весьма скорострельная. Как видите, 3.21 КД. Так, пробой. Пробой 91. И 144 голдой у нас. Замечательно просто. Быстро ворочается башня, хоть и хорошо бронированная башня, между прочим. В отличие от Черчилля. Так, не буду тебе мешать. Мы здесь явно продавливаем. У них никто направо не поехал. Наверное, у них все налево. Либо все одевы играют. Так, ладно, едем вперед. И смотрим уже по ситуации. Не пробил. Ладно. Ну вот. Вот чем хорошо быстро КД похуел, что ли. Быстро КД пушки. Так, ну это восьмой уровень. Голдой пробивать. Уничтожили нас в борт. Стоило мне стоять более под прямым углом. Тем более еще наш придурок, А-43, лопанул мне в бок. На тебе пожаловаться, неспортивное поведение. Дед Санька. Дед Санька, официально ты членосос. Танчик. Ну, он хороший. Он хороший. И вам стоит поверить мне. Так, ладно. Раз уж нас так быстро уничтожили, то мы посмотрим, что у нас есть еще. Ну, а Т-15 на любителя. Я бы не особо рекомендовал вам покупать его. Тут особо тоже нечем разогнаться. Чинукай мне не нравится. Ладно, посмотрим, что я там не обозрел. Что я тут не обозрел. ПЗ-4С. Нет, ребята, это танк не тот. Ладно. Тогда давайте, знаете что, закончим, пожалуй, видео. С вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok